Да ну куда ты суешься, бизнес это мужское дело Я просто хотела косметику со скидкой Ну насколько тяжело быть женщиной? Ну неминуемо такие мысли появляются Прямо с роддома я начала отвечать на сообщения Я работала ночью Такое Ты стареешь? Как ты можешь стареть? Ты же косметикой занимаешься Мне ничего не помогало Твоя работа рождается из твоего увлечения Что с ним не так? Это очень непросто Привет, добро пожаловать на мой канал Давно не было у нас интервью Сегодня у меня в гостях Угадайте кто Это Инна Клейборд Может быть это незнакомое вам лицо в России Но поверьте в Казахстане Это лицо знакомое Потому что это основательница и учредительница Бренда Полус Чойс в Казахстане Инна, привет Привет, рада тебя видеть Взаимно У нас уже на канале Полус Чойс вышла беседа Такое взаимное интервьюирование получилось Мы поговорили о том, как вырос бренд Полус Чойс в Казахстане Благодаря тебе Как выросла ты сама Как вырос мой личный бренд Какие общие боли у нас есть И оказалось, что действительно общего настолько много Что мы решили продолжить разговоры еще и в этом ролике И в этом ролике мы с вами поговорим Именно о женском бизнесе Как два человека, которые имеют опыт в этом И которые имеют много знакомых уже наверняка теперь Женщин, которые развивают свой бизнес Давай с тобой поговорим сегодня Вообще о роли женщины в бизнесе Есть ли какие-то особенности именно женского бизнеса Какие советы ты и я можем дать женщинам для того, чтобы развивать свой бизнес Наверное, я задам первый вопрос Ты, когда начинала развивать свой бизнес Когда действительно ты поняла, что это превращается в бизнес А не просто в какое-то хобби, приносящее деньги Сталкивалась ли ты с каким-то сопротивлением извне, с осуждением Мол, да ну куда ты суешься, бизнес это мужское дело Когда лучше замуж выйдешь, детей родишь и так далее Все уже, а ты о чем? Вот это вот, было ли у тебя? Ты знаешь, и да, и нет С одной стороны, мне повезло, что у меня была поддержка от моих родителей Которые, вот я не знаю, например, оказалась бы я на их месте Смогла бы я так поддержать своего ребенка или нет Потому что когда я начинала этот бизнес Он как бы ничего такого не предвещал, знаешь, какого-то грандиозного успеха То есть я смотрю глазами родителей Мы вырастили ребенка, дали образование Там два высших образования, английский язык Вот это вот все В какой, кстати, области у тебя образование? Первое это маркетинг, второе психология Ну, идеальное состояние И я работала в международной компании Я работала бренд-менеджером Не сказать, что там какие-то сумасшедшие деньги получала Но как бы это было очень-очень неплохо Туда не так просто было устроиться И плюс были хорошие перспективы для карьерного роста Было всегда куда расти Можно было и в Казахстане И плюс из-за того, что это международная компания Можно было по обмену поехать в какую-то другую страну поработать И тут вдруг я увольняюсь с работы Покупаю себе вот такую коробочку косметики И начинаю ее из дома продавать, развозить Консультировать людей Там что-то копошусь в этом Вот во всем Смотри, ты сначала заказывала косметику Полосчези для себя Сначала, да Желание продавать И вообще эта идея Да, это же тоже некая бизнес-модель Пусть очень маленькая, крошечная Но тем не менее Такое желание может возникнуть далеко не у каждого Вот ты помнишь тот момент, когда оно у тебя возникло? И какие-то внутренние, может быть, борения были ли у тебя? Ты знаешь, оно родилось как-то постепенно То есть у меня не сразу родилось желание продавать А у меня родилось желание, когда я с этой косметикой познакомилась И увидела, что она рабочая Одна из там, я не знаю, скольких Потому что я не раз упоминала о том, что у меня была аллергия на глаза Когда я смывала тушь, они становились такие красные, опухшие И я перепробовала очень много туши, средств для умывания Там, чем я только не пользовалась Я лечилась в аллергоцентре И там пробу мне брали, ресницы выдергивали на какие-то На демодекс Сдавали, да И вот это все Мне ничего не помогало И единственное средство для умывания, которое мне подошло Это от бренда Пола Чойс Я им пользуюсь вот уже там лет 15, наверное, даже больше Я его даже не рискую менять Потому что я не хочу к вопросу аллергии вернуться снова И меня это настолько поразило Потому что я перепробовала действительно много И дешевого, и дорогого Я думала, что все это уже конец тупика Я молодая девушка, я не то чтобы сильно увлекаюсь макияжем Но я хочу хотя бы тональную основу, ресницы на красе Хотя бы какую-то базу Ну то есть вот прям я не могла смириться с тем Что я элементарно тушью не смогу пользоваться никогда Либо всегда буду с вот такими глазами ходить И меня это настолько поразило, что это действительно такой рабочий продукт И я хотела всем об этом рассказывать бесплатно То есть у меня не было какой-то цели, что я что-то узнала, знаешь, какой-то секрет Сейчас вот начну на этом зарабатывать У меня начали спрашивать Я начала там, ну условно консультировать бесплатно Потому что я стала изучать ресурс полубегун, бьютипедия Стала в это вникать Мне просто стало интересно То есть сначала такое Как у тебя И мне это просто стало интересно Я ничего не знала про кислоты Про там двухэтапное очищение Что надо пользоваться тоником Про СПФ То есть для меня это все было новостью Это сейчас для нас, да, из этой сферы Ну как и уже для многих людей Это не новость, да Многие знают, что надо СПФ защитой пользоваться И кожу увлажнять И очищать И спать в макияже Не надо ложиться Мне это очень нравилось Я этим горела Я видела результаты людей И меня это настолько вдохновляло Что я несу что-то хорошее Что я могу помочь людям Что я могу подсказать Вот прям меня это очень-очень вдохновляло И только потом уже через несколько лет Ко мне пришла идея какой-то коммерциализации То есть уже стать их партнером Получить разрешение Продавать эту косметику И начала с маленьких-маленьких шагов С маленьких партий, да То есть первое Это там, не помню, то ли на 300, то ли на 500 долларов Я купила у них косметику И вообще первое Почему я им написала Когда увидела, что у них есть партнерская программа Которой можно присоединиться И получить скидку Я просто хотела косметику со скидкой Свою любимую То есть настолько Чисто женская тема Настолько у меня была к этому любовь Если бы у мужчин была возможность Я кажется, быть дистрибьютором машин Ну, к примеру, да Совсем резко стали Должна купить там, я не знаю Мерседес с 20% скидкой, например Я бы тоже воспоминала Чтобы тут уже все стали бизнесменами У меня муж до сих пор смеется Я когда веду с кем-то какие-то переговоры Там по бизнесу Он говорит Ты начинай с того, скажи Какой у тебя оборот Сколько у тебя человек работает Говорит, да нет И что, зачем Это вообще коммерческая тайна Я не буду называть Он говорит Ну иначе ты выглядишь просто как девочка Которая хочет, чтобы ей бесплатно крема дали И люди типа тебя не воспринимают всерьез Вот когда-то так и было Я просто хотела крема пользоваться Все пробовать, все тестировать Рассказывать другим, что-то советовать А как ты думаешь Если бы не было этой партнерской программы Могло бы быть такое Что ты бы просто написала Когда-либо С предложением вот таким вот Не исключая Сотрудничеством Да, то есть от меня это очень ожидаемо Ожидаемо, да Вот я тоже смотрю на тебя И понимаю, что Как бы с одной стороны Что партнерская программа Это хорошо Но я думаю, что Ты бы не остановилась Я бы спросила Ну то есть как минимум Я бы спросила У меня есть такая черта Действительно И мой муж до сих пор От нее в шоке Потому что я всегда начинаю Даже в кафе Там, когда есть какое-то Стандартное блюдо Я говорю, извините, пожалуйста У вас нет точно такого же Только с перламутровыми пуговицами Ну то есть начинаю всегда Что можно так А можно так Он говорит, слушай Тут же написано, что есть Вот это Почему ты не можешь просто взять То, что там написано Почему ты должна вот что Нигде не написано Что есть партнерская программа Ну я же хочу стать партнером Почему нельзя спросить Может не было А теперь будет Может они просто не задумывались О том, чтобы сделать Партнерскую программу Не многие знают Но у меня тоже был Магазин косметики Присуществовал он два года Он, кстати, был достаточно успешным Я не буду в целях Своей же безопасности Называть его название Потому что, естественно Все было нелегально Я имею в виду Не в плане платы налогов А скорее в плане Таможенного оформления Потому что Я писала Всем этим брендам Я была готова Стать каким-то Официальным представителем Одного из них Но там нужны были Такие колоссальные обороты Что мне нужно было Время на то Чтобы это Как-то Сорганизовать А потом Так случилось Что просто Большинство из них Сами пришли в Россию То есть более крупные Игроки рынка Заняли эту нишу И бизнес Сам собой Себя исчерпал Хотя тоже В этом направлении Я работала При том, что Параллельно у меня Вот был сервисный центр Совершенно другой Потом Параллельно же Я уже начинала Открывать Ютуб-канал Пусть у меня Не так много Выходило роликов Как сейчас Там один, например В неделю Иногда я делала Длительные перерывы По месяцу Совершенно не было времени Я работала С одним выходным Воскресенье То есть я работала Шесть дней в неделю Суббота была Короткий день Вот я приходила Вечером И снимала видео После работы А в воскресенье Я уезжала Обратно к себе На работу Но в пустой офис Чтобы просто У меня компьютера Такого мощного Не было дома Чтобы в воскресенье Помонтировать Там это Один, два ролика Сколько вот я смогла Субботу снять Как бы на следующую неделю То есть это все Было параллельно Но видишь как Мы с тобой В чем сошлись И наверное Здесь такая Рекомендация Номер один будет Для женщин И не только Это абсолютно нормально Если Твоя работа Рождается Из твоего увлечения Твой бизнес Рождается Из твоего увлечения Твое хобби Ты можешь согласиться С тем Что Существует Утверждение Стереотип О том Что не нужно Чтобы работа И хобби Соприкасались Что когда хобби Превратится в работу Оно перестанет быть Хобби И станет рутиной В моем случае Это все совпало И это очень важно Я очень рада Что у меня работа Которую я люблю Которая мне нравится И что это хобби Которое именно Переросло в работу Потому что без любви Вот честно Я бы не смогла Построить карьеру Вот как бы просто Карьера ради карьеры Ради какой-то позиции Ради денег Я бы наверное Быстро перегорела Ну то есть Мне бы это было Интересно В плане амбиций До какого-то момента Но в какой-то момент Мне кажется Мне бы это просто Вот как раз таки Стало скучно У меня уже все есть Какая-то позиция есть Какая-то зарплата есть А удовольствия нет Это до сих пор Мое хобби Ну то есть Это да и работа Но это и хобби Мне до сих пор Я люблю эти баночки Когда у нас выходят Новинки Я девочкам сразу пишу Мне одну Мне одну Отложить Есть утверждение Разных психологов И псевдопсихологов Там и ведических И неведических Которая гласит Что мужчина Должен заниматься Тем, что должна И наверное Да Уметь заниматься Любым делом Ну в идеале Наиболее прибыльным А женщина должна Заниматься тем, что любит И у меня все время Такое внутреннее сопротивление Этому утверждению Потому что я На стороне мужчин В данной ситуации Считаю, что мужчина Тоже не должен Работать через силу Должен заниматься Тем, что любит Мне кажется Любой человек Должен заниматься Тем, что любит Ну мне кажется Что женщины И мужчины Они просто По натуре своей Разные И у мужчин Больше развито Достигаторства Достигаторства Именно Нежели чем у женщин То есть мужчина Он же доминантный От природы Да Он хочет Чего-то достичь То есть мне кажется Для женщины Они И амбициозны Тоже И для них Важно все-таки Чтобы была Любовь К этому делу И так далее А для многих Мужчин Вот в силу того Что это просто Дано им от природы Они любят соревноваться Они любят Чего-то достигать Они любят Зарабатывать Даже мне кажется Не для того Чтобы иметь Много денег А для того Чтобы реализоваться За счет этого Ну то есть Так называемый Фаллический комплекс Да Да То есть Ну все там Чем-то меряются И мужчины В большинстве Наверное Своем Они чем меряются Либо деньгами Либо силой Ну силой мериться Уже не модно Это может быть В детстве Когда-то Ты вот там В школе Самый сильный Да Подрался С кем-то Вот тебя уважают Опять же Кто-то в найме Хочет работать Кто-то бизнесмен Хочет быть И вот важно Эту линию Не сломать Да То есть Человек Который рожден Быть Чтобы строить бизнес Руководить людьми И так далее Вот его я считаю Нельзя загонять Например В найм Потому что Он там будет Менее эффективный Да То есть Человек Который привык Строить стратегию Принимать решения И так далее Если его В какие-то рамки Загнать То он будет плохим Исполнителем Ну то есть Получается, что Для мужчины Бизнес Это возможность Причем такая Капитальная возможность Реализовать Вот этот свой Фаллический комплекс И реализовать Свою социальную функцию Такого достигатора Добытчика И это очень Социально одобряемо Что такое Реализованность Женщины И что такое Социально одобряемое Успешность Со стороны общества Для женщины И что такое Успех для женщины Это обсуждаемый вопрос Да Можно ли сказать Что женщина Не реализована Если она Мать Троих детей У нее прекрасные Образованные Великолепные дети Но она не работает Нельзя Мне кажется Это огромный труд Вот знаешь Когда-то Мне казалось Тоже Что вот мужчина Он же работает Ему тяжело Он там с утра до вечера На работе А с детьми Ну это же милота Они же такие Все вот Уси-пуси Ты там целый день Просто Наслаждаешься Этим чудом И вот Что ты там Господи делаешь До тех пор Пока я не родила ребенка И тут все изменилось Если жизнь Никакому не готова Мы к этой теме Подойдем Так вот Первое Вопрос Ну можно Вот например Только мужчине Употребить Такой формулер Он отец Троих детей Ему можно не работать Это будет странно Даже если например Они разделили Между собой Обязанности Такие современные Семьи существуют Что сейчас мужчины Уходят в декретный отпуск Но наверное В парадигме Мышления Российского общества Или стран Бывшего СНГ Куда ушел Что с ним не так Господи Что с ним не так Когда работала Вот в компании С нами работала Одна девушка Они переехали Из Украины Ну вообще Она изначально Там работала В этой компании Потом она работала В Германии То есть она Внутри компании В разных офисах Перемещалась И потом они приехали Она по контракту Приехала работать В Казахстан И с ней приехал муж Она забеременела Родила ребенка И у них так вышло Что она должна была Выйти на работу Практически сразу Она у нас там Чуть ли не в совещание Уехала в роддом Практически после родов Сразу вернулась на работу И с ребенком Сидел ее муж И это было Ну не соврать Я не знаю Лет 12-13 назад И у нас в офисе Это как-то вот так Вот обсуждалось Что это за мужик такой Он посидит с ребенком Она там баба-мужик Зарабатывает И так далее Но мне тогда уже казалось Что это очень круто Потому что на самом деле Он успешный Он не тот Кого просто никто Не берет на работу Поэтому он сидит с ребенком Он инженер Он успешный Был в своей сфере Но ей выпала такая возможность Поехать Поработать в другой стране За совсем другие деньги Сделать шаг в карьере Там и так далее А он Достаточно востребованный Да И он даже через год Через два Он сможет вернуться На свою работу На ту же самую А женщина не сможет Чаще всего Да Я тогда еще думаю Что какой он крутой Он крутой Да В моих глазах Он тоже крутой Сделал шаг назад Да Он поддержал свою женщину Он поехал с ней То есть так же будет Не всегда Да Там однажды Она будет дома С ребенком А он будет строить карьеру Но вот именно сейчас Когда ей нужна была Его поддержка Там уволиться с работы Не работать Да И быть с ребенком Он это сделал Я считаю Что это прям достойно уважения Да Это так Тем не менее Мы все-таки говорим о том Что реализованность женщины Наверное Да Вот все-таки В таком патриархальном Российском обществе И в странах СНГ Мне кажется Казахстан все-таки Традиционно Более патриархальный Это нормально Абсолютно Да Реализованность женщины Как матери Воспринимается Естественно Нормальным Желаемым И социально одобряемым Явлением Безусловно И тем не менее Получается так Что женская реализованность В карьере В бизнесе Она Ну если мы даже говорим Что она неодобряема То она воспринимается Как вторичная Что ли Вторичный плацдарм Для реализации То есть Себя все равно Спросят Тебе не скажут Ты построила там Вайлдберрис Ничего себе Ты номер один Ну классно А что Когда замуж Дети Когда То есть Нет такого Что все такие Ну она не может выйти замуж И рожать детей Она А у нее там Ого-го Все равно Эту функцию В лучшем случае Никто не отменяет И все равно Тебе такое Зададут вопрос Или даже может быть Кинут упрек А то и вообще В принципе Она считается Обязательной То есть Ну прости дорогая Но какая ты Успешно реализовавшаяся Женщина Если у тебя Ты не замужем У тебя нет детей И вот как быть В этой ситуации Может ли женщина выбрать Или можно ли Это совмещать Что у меня детей нет Мне здесь сложнее Что-то рассуждать На эту тему То есть скорее всего Я тут образец человека У которого не получилось Совместить две эти опции А у тебя получилось Вот расскажи как Сложно Очень сложно Ну смотри Я до сих пор этому учусь Да Совмещать материнство И ведение бизнеса И это вот прям Ну моей дочке 2 и 3 То есть я не так давно мама И я в поисках этого баланса Знаешь Это очень непросто Потому что я стараюсь быть И там И здесь Я стараюсь быть И хорошей мамой Которая проводит время Со своим ребенком Там и так далее И не забросить бизнес Но у меня очень часто Бывает такое чувство Что я и не там И не здесь Да То есть я привыкла Погружаться полностью Я привыкла Что если я делаю Какой-то проект Я могу не спать Я могу не есть Вот я горю этим Я не могу остановиться Пока я не закончу Но это вот Издержки перфекционизма У меня тоже самое Да Особенно с едой Иногда в конце дня Только там Спросят Ты вообще ела сегодня Еда же есть На земле Ну как бы это тяжело Но это реально И это реально Когда у тебя есть помощь То есть если тебе Никто не помогает Да Тогда у тебя Однозначно пойдет Перекос Да То есть ты Либо должна будешь Быть с ребенком Либо должна будешь Быть на работе Ну у меня есть пример Например Из нашего Бьюти Бизнеса Наша российская Предпринимательница Я даже могу назвать Наверное ее Анна Шарова Она сама рассказывала В том числе об этом В интервью Я была у нее на производстве Это в городе Кирово-Чепецке Я была у нее в гостях С супругом Они меня пригласили И я увидела Как протекает ее работа То есть ее дочка Саша Сидит у нее на руках И Анна С ней на руках Сидит там у компьютера Или она берет ее И едет с ней на производство Да, есть няня Но в то же время Я увидела Как эта работа проистекает То есть колыбель Дочери находится На руках у матери А мать в это время работает И Анна может ложиться Я вот смотрю По тому Как она мне отвечает Во сколько отвечает И как отвечает Что она может лечь Под утро Под пять утра Да, потому что Дочь в это время спит И у нее появляется Время для работы Такое На самом деле Когда на это смотришь С одной стороны Восхищение А с другой стороны Честно говоря Чувство какого-то страха Внутреннего беспокойства У меня, например, возникает Потому что я думаю о том Что Ну насколько тяжело Быть женщиной Ну неминуемо Такие мысли появляются То есть у тебя Например Есть бизнес И никто не скажет Не сделает тебе никаких Повлажек Да И когда с тобой Будут конкурировать Те же мужчины В бизнесе Они не разбирают Кто женщина Кто мужчина То есть мужская конкуренция Она не знает Ой, ну это девочка Я ей выступлю Нет Девочка Ты не девочка То есть он тебя загрызет И разговаривают Мужчины-предприниматели Точно так же Как они разговаривают Обычно с мужчинами Партнерами Да Почему говорят Что женщина Меняется Я сама, кстати Тому пример Я работала же Исключительно В мужской среде В сервисном центре У меня начались Гормональные сбои То есть прямо вот Говорят же Что даже На гормональном уровне Женский организм Перестраивается Ты учишься Быть в мужской среде У тебя больше тестостерона И так далее И чего И вот я смотрю на это И думаю Да это А что мы удивляемся Что некоторые там Социологи Говорят о том Что через какое-то количество Там сотен лет Мужчин снова не будет Так вы выращиваете Сами в обществе Какого-то гибрида Который по факту По факту получается Что женщина Сильнее мужчины Она и коня И туда И ребенка И сюда Такая мультифункциональность Удивительная совершенно Поэтому Я сама в шот Я сама в шот И думаешь А вот это вот Проблема Что очень многие Женщины Бизнес-вумен Одинокие Не потому что У них времени Нет найти партнера А потому что Такая женщина В Европе Очень сильно Это заметно В Америке В Корее Когда они практически Не заключают браков Когда женщина говорит А мужчина Мне простите Зачем Я сама зарабатываю Я могу нанять няню Шкафчик Мне придет Починит Мастер Я ему найму У меня денег достаточно Зачем мне мужчина Ну я тоже могу Решить все вопросы Что мне кто-то Что-то починит Я сама себе Все куплю И так далее Но хочется же Еще партнера Хочется любви Отношений То что ты не можешь Купить Это как бы невозможно То есть Есть такое Но другое дело Что такого партнера Очень сложно найти Когда ты Самодостаточная Когда ты Зарабатываешь Найти Мужчину Который будет Тебя принимать Такой Который будет Это ценить У которого Не будет комплекса Неполноценности Который не будет С тобой Стараться Конкурировать Доминировать Там и так далее Но у многих Есть такое Что им это не нужно Чтобы женщина работала Чтобы она развивалась Чтобы она зарабатывала Не дай бог Зарабатывала Больше него Потому что Действительно Дает до того Ну а ты дорогой Это что Как мы с тобой Теперь роли Будем распределять И так далее Я с этим столкнулась То есть Мы когда говорили Про поддержку С одной стороны У меня были родители Которые меня поддерживали Даже когда я там Вот такие коробочки Покупала Из дома продавала Сама развозила Там И это не предвещало Какого-то заработка Какого-то там Серьезного бизнеса Там и так далее Они меня поддержали Ну то есть Хочешь продавать косметику Попробуй Да Попробуй Но с другой стороны У меня был молодой человек Которому это вообще Вот все Там Вот почему ты задерживаешься На работе Да зачем тебе это Вот сиди дома Вот ты же женщина Лучше бы там Приготовила Пошла что-нибудь А не вот это вот Все Ему вообще абсолютно Было неинтересно Что у меня на работе Происходит Ну то есть Вот такой человек Не поддержал бы меня Никогда И если бы я с ним осталась Никакого бизнеса Бо у меня не было Я думаю Что и карьеры Бо у меня не было И вообще Ничего не было бы Но там Кстати Причины Почему например Муж Не поддерживает жену В развитии бизнеса Вот ты как психолог Меня поправь Я вижу как раз В ущемлении Вот этого Фаллического комплекса Да То есть Что это такое Вообще Баба тут В период Батьки А у женщин Когда женщина Препятствует Развитию своего мужчины Что кажется странным Очень Я вижу следующую причину Успешного мужчину Очень трудно контролировать Да То есть Это чистой воды Невроз Да Успешный мужчина Это Ненормированный Рабочий график Это Когда ты не знаешь Где он Это не он Шесть часов закончил Семь часов Вот дома Вот тебе супчик Вот сели перед телевизором Он может уехать Командировку на несколько дней Он может там Встречаться с партнерами И не всегда это мужчины Да Он может быть более Привлекателен Для женщин Потому что он успешный И все хотят Куснуть от этого Пирога кусочек И ее внутренние Комплексы Ее невроз Не дают Ходу его развитию И тогда она говорит Нет Выбирай либо я Либо бизнес Ты должен быть дома Ты должен быть больше С детьми Забывая о том Что изначально Исторически Мужчин Рядом с детьми Практически не было Вообще И с женой Они не видели Вот Поэтому как-то У нас очень Стараются Одомашнить Мужчин Женщины Такое тоже есть Одомашнить Не надо То есть если хочешь Все-таки Чтобы он развивался Не стой на пути И просто не мешай Не надо там Поддержки какой-то Особенно там Все получится Я с тобой Просто не мешай И все Человеку Не делай мозг Ну мне кажется У тебя есть Несколько причин То есть первая Она относится Вообще И к мужчинам И к женщинам Это действительно Ты правильно сказала Это невроз Это какое-то Когда ты хочешь Контролировать Все и всех И первым Кто тебе попадается Это естественно Это твой муж Или жена Потом это На детей Также будет Проецироваться Что знаешь В телефоны Когда заглядывают И так далее То есть Ну это не знаю Может быть Низкая самооценка Да Ну назначенная Какая-то Тяжвожность Может быть Какие-то Постоянно Что ты себя Накручиваешь Да То есть Вот человек Вышел из дома А куда это он пошел А с кем Он сейчас встретится А вдруг кто А вдруг это Но на самом деле Это все Не имеет Под собой Оснований Что вот если Он пошел На какой-то ужин Или поздно Задержался Вот там Сто процентов Сейчас изменит Или уйдет Куда-то Но это же не так То есть Он может Там и в такси Ехать Познакомиться В лифте Может ехать Познакомиться Да Или например Вот ты ему не даешь Развиваться в карьере Да стать каким-то директором А если он будет Менеджером Среднего звена Он что На работе Может от тебя Уйти Кого-то встретить Изменить тебе Ну как бы То есть для меня Это вообще Там нет причинно-следственной связи Что вот Ты не задерживайся На работе Тогда вот Все будет хорошо Гиперконтроль Еще никого от измен Не спасал Кому наоборот Вообще Да То есть Мужчина-успешный бизнесмен Это лакомый кусочек В том числе Для мужчин Все Экстремистские Эти высказывания Сейчас уже кто знает Может это для мужчин В России Нет В России нет Что Сейчас заблокирует Мой канал Значит Мужчина-бизнесмен Это лакомый кусочек Для женщин Они будут виться Вокруг него Как вот Ночные мотыльки Вокруг Плафона А женщина-бизнесмен Это фактор Это опасность Для мужчины Это как красный флажок Вот это стерва сильная Много зарабатывающая Денег Пойду-ка я Зато знаешь Сейчас подумала Что в этом есть плюс Когда у тебя жена Такая бизнесвумен Там и так далее Ее сложно увести Такую никто не хочет И всех боятся Боятся Да Вот женщина Забеременела Особенно Добавляя С вами какой-нибудь Совсем драматичный сценарий Есть у меня кстати Такой пример Тоже Среди моих друзей Говорили Женщине Что она бесплодна 43 года Раз И забеременела Как раз таки На старте своей По сути карьеры У нее вот Прям все сейчас Должно было пойти Вдруг Что называется Без объявления Войны Она узнала Что беременна Вот что делать В этой ситуации Тебе нужно выносить Ребенка Не всегда беременность Проходит гладко Иногда физически Невозможно Кто-то на вынашивании Всю беременность Пролежал Дальше Кормление Что отказываться Не отказываться Бегать Сцеживаться Постоянно Дальше Ребенок маленький С кем С няней оставить С папой оставить Вот какие-то От тебя Практические советы Можно получить Для женщин Которые в такой ситуации Оказались Там очень много вопросов Смотря что Ты в найме работаешь Ты можешь работать онлайн Или тебе обязательно Нужно выйти в офис Или у тебя бизнес У тебя бизнес на какой стадии Когда это только старт Когда ты должна 24 на 7 присутствовать Или когда у тебя уже Какой-то выстроенный бизнес С сотрудниками С какой-то налаженной системой Технический У тебя опять же Все системы работают То есть это очень большая разница Когда ты работаешь в найме И ты не можешь работать онлайн И тебя там никто не будет долго ждать Например, как это в Америке Что у тебя там декрет 3 месяца В самом лучшем случае Ты за свой счет можешь взять Еще 3 месяца Посидеть полгода Вот у меня там родственница живет А потом ты, извините Должна выйти на работу Ну как бы за тобой Никто не будет держать место То есть это одна ситуация И ей пришлось в 3 месяца Она работает в банке На одной из руководящих позиций Няню брать это очень дорого Прям очень дорого И то есть вся ее зарплата Практически будет уходить на няню И тогда это не имеет никакого смысла И в Москве, например, няня Это тоже безумно дорого Да, ну то есть соответственно Зарплата Это очень дорого С учетом того, что тебе няню Не на 2 часа надо Да А на там 9-10 часов Да, с утра до вечера Или некоторые с проживанием В неделю Вот, то есть это как бы Даже хорошо зарабатывающий человек С трудом может себе позволить Да, это очень круто И то есть женщину загоняют В такие условия Она там со слезами Ну в 3 месяца Отдала своего ребенка в ясли И до года Она сцеживала молоко Давала ему в ясли Вот эти вот бутылочки Из которых его там кормили Я считаю, что это Невероятный подвиг Знаешь, не сдастся Не там перевести на смесь ребенка Я считаю, что это в принципе неправильно Что женщина загнана в такие условия Когда она должна выбирать То есть либо то, либо это Либо вышла на работу Там на целый день И оставила ребенка Либо сидишь с работой Ну с ребенком И до свидания, работа Мне в этом плане было полегче Потому что я не должна была Выйти на целый рабочий день И прям оставить кому-то ребенка Поэтому я совмещала Но у меня и декрета Как такового не было То есть я не могла погрузиться в то Чтобы вот заниматься только ребенком Вот только все вокруг нее Да, там и так далее То есть я практически Не знаю, не на связи была Может дня 2-3 пока Я там рожала И потом вот прям с роддома Я начала отвечать на сообщения Я работала ночью Потому что вот ребенок, например, ночью просыпается Я ее кормлю И как бы я еще за границей была У нас с Алматой разница Там 3-4 часа То есть здесь уже утро Например, там 8 утра У нас 4 часа ночи И я начинаю отвечать на сообщения Разгребать почту и так далее Пытаешься совместить Пытаешься как-то оптимизировать И совместить там, где Можно совместить То есть пока я ее кормлю Там 30-40 минут Я же все равно не сплю Хотя, ну я не знаю У кого-то получается Вот моя подруга точно так же 30-40 минут на кормление Тоже работает Или слушает Или учится Она врач, можно сказать И то же самое То есть если там нужно Постоянную квалификацию повышать Какие-то они тоже сдают Свои там зачеты внутренние Кормят Тут же смотрят Ночь на дворе Какую-то лекцию Я, честно говоря На все это смотрю со стороны Меня жуть берет Я вот, честно говоря Даже не уверена Сейчас уже практически 40 Будет ли у меня Вот такая физическая возможность Ну знаешь, тут еще зависит от ребенка У кого-то спокойный ребенок У кого-то, да Это лотерея То есть у кого-то ребенок Которого в кроватку можно положить И он там 2 часа спит И ты за это время и поработала И поучила И знаешь Там и по дому Там какие-то дела А у кого-то ребенок спит Только на руках К которому ты вот так вот Привязана У меня ребенок там практически До сих пор Она такая мамина обезьянка Она на мне Как бы очень много времени проводит И вот пока она была маленькая У меня было вот это мое такое Очень положение привычное Что у меня в одной руке ребенок Который или кушает Или спит Или там что-то Ну вот как в Анне Да, а в другой руке У меня телефон И я там начинаю отвечать На какие-то сообщения Звонки А если, например, говорить о том Чтобы все-таки взять няню Ну, например, есть возможность То ты считаешь это правильным выходом Что некоторые очень переживают женщину То есть прям сердце разрывается на части Буквально, когда просто видят Как другая женщина берет на руки ее ребенка Да, это тоже моя боль Да? Да, и у меня есть няня Но опять же у меня муж настоял Как зовут мужа? Муж молодец Так я не скажу Не скажешь? Дима Дима Лайк У меня рядом не было ни родителей Никого, кто мог бы помогать То есть если бы был кто-то Я бы, наверное, няню не взяла А так как никого вообще не было Я 24 на 7 была с ребенком Я не могла там даже элементарно Чтобы в душ сходить А у меня муж тоже бизнесмен Поэтому у него ненормированный график И так далее, и так далее То есть он не в 6.00 там дома оказывается Мне вот нужно было ждать его Что он там когда-нибудь придет И я смогу сходить в душ Потому что кушала я с ребенком на руках То есть я не могла его даже положить Я всегда вот в таком вот положении И работала, и ела Мне было очень тяжело Он говорит, давай брать няню Давай брать няню Я говорю, нет, ты что? Да как я своего ребенка Там это первый ребенок Я его там поддержать даже родственникам не давала Кто-нибудь возьмет И я там уже с той стороны, с этой стороны Такая, все, поддержали? Ладно, давайте обратно Моя прелесть И у меня получился такой компромиссный вариант Так как работаю я онлайн И надо мной все смеялись Что у меня есть няня Но я ребенка с ней очень долго не оставляла Прям типа год, наверное Няня была сильно удивлена Она была просто в шоке А няня мне за тем, что я могу освободить руки Ну то есть я могу передать ребенка И пойти в соседнюю комнату Провести совещание Сделать какой-то конференц-звонок Открыть ноутбук И у меня будут две руки А не одна Чтобы там посидеть Что-то попечатать Поработать Да, там еще какие-то свои дела сделать Но при этом я вижу Как бы как обращаются с моим ребенком Я слышу, что мой ребенок не плачет Потому что с ней все хорошо Или если вдруг там что-то случилось Я могу выйти из соседней комнаты И посмотреть Если она там испугалась вдруг Что мамы нет Я могу выйти Что я здесь Показать, взять ее на руки Как бы и так далее Ну то есть мне это Очень помогло И при этом я вот таким образом Обошла свой невроз Что я как бы и не оставила ребенка С чужим человеком Но при этом нашла для себя Какую-то возможность работать Получилось ли у тебя Когда бизнес уже масштабировался Познакомиться, например, с другими Женщинами-предпринимателями И какое-то вот такое Женское комьюнити Это же важный момент Да Или ты чувствуешь Женский бизнес только развивается И ты пока такой Один из первопроходцев Кругом мужчины Помогите Нет? Вот сейчас уже как раз таки нет И поскольку Поскольку я же работаю В бьюти-сфере То там Что очень радует Ну если не все То большинство женщины Ну то есть Хозяйки магазинов Полубегун То же самое Наша любимая Вот И это очень круто Все это видеть Что Девочки могут реализоваться Что это такие же девочки Как и я Молодые Которые строят бизнес Открывают магазины Становятся там Блогерами Консультантами То есть если бы это было Не знаю Там 20 лет назад Это было бы Ну как-то либо странно Либо вау Ничего Все бизнесом занимаются Ну как-то А сейчас Ну по крайней мере В бьюти-сфере Очень много женщин Практически все Это очень круто Другое дело Что вот с комьюнити Ну как-то не сильно Поскольку я не все время Нахожусь в Казахстане Да Даже большую часть времени Я сейчас здесь не нахожусь То как-то вот комьюнити Оно не особо Ну для меня лично Выстроилось Когда вот все вот эти Бизнес-клубы Да Очень сейчас развиты Женские клубы Если мы говорим Про женский бизнес Можно даже так судить тему Про женский бьюти-бизнес Помимо вот этой Социальной функции Социального одобрения Или неодобрения Как ты считаешь Какие сложности Именно у женщины В развитии бизнеса Бьюти-бизнеса Могут быть И как их преодолевать Или уже такой вот Острой специфики Здесь больше нет Ну знаешь Я вот вижу Ну мы с тобой уже обсудили Основная сложность Это все-таки Совмещение с материнством Потому что мужчине Ничего не мешает Строить карьеру Да Очень мало таких мужчин Которые делят Все эти обязанности С женщинами Да Либо которые сидят с ребенком Да Берут декретный отпуск И сидят Я считаю Что Ну как бы это нужно Да Дать внимание Своему ребенку Но тогда ты на год выпадаешь Либо из бизнеса Либо из карьеры Да Ты как бы полностью Отключаешься И потом Непонятно Через год все изменится Рынок Да Что ты будешь делать Да Как ты вернешься То есть как бы это достаточно Непросто Вот это основная проблема То есть как это Эффективно Совмещать И это проблема Любого общества Что оно как бы Не сильно для этого Приспособлено Но если мы говорим Про бизнес То там либо должен быть Хорошо налаженный бизнес Который сможет Функционировать без тебя И ты можешь Например поставить туда Человека Который будет Выполнять Контролирующую Ведущую функцию Вместо тебя А если нет То ты Ну как бы Прикрыть бизнес И через год Ну если Опять же мы туда Возвращаемся К вопросам делегирования Да Женщине вообще Мне кажется Тяжело делегировать Тяжело ребенка своего Делегировать Бизнес Который по сути Тоже детище свое Да Ну как же Тоже ребенок Да То есть вот это Такая чисто Такая женская Да Наверное Вот здесь как раз Особенность Да А вот касательно того Что там Женщина более мягко Управляет бизнесом Вот Не конфликтно А мужчина более агрессивно Как ты думаешь Это имеет место быть? Ну Я думаю Что все-таки Это по половому признаку Не делится Я думаю Есть и мужчины Которые Достаточно мягко Могут вести бизнес И есть и женщины Которые могут быть Очень жесткими Просто каждый Собирает для себя Команду Под стать себе То есть вот кто-то Доминантный Он хочет Чтобы его боялись У него там Все строго И у него Собирается команда Которая вот ходит Боится Там четко Все делает Кто-то строит И кстати Во многих Очень известных Крупных компаниях Они создают Искусственную конкуренцию Между своими сотрудниками Чтобы они боролись За проект Чтобы они боролись Там так скажем За место под солнцем Чтобы они друг с другом Вот конкурировали Они верят Что это рождает Как бы эффективность Кто-то выстраивает По-другому Наоборот Чтобы микроклимат Был дружелюбным В коллективе Чтобы все работали Как одна команда Всегда там всех Выслушают Всегда идут Навстречу В принципе И то и другое Работает Может быть эффективно И люди тоже разные То есть вот кто-то Любит работать В конкурентной среде Ему прям это нужно Это человек Который любит Доказывать Соревноваться Что я лучше Я быстрее сделаю Я там круче сделаю И так далее А есть люди Которые не смогут Просто работать В такой среде Для них будет Крайне некомфортно Туда приходить Находиться Знаешь что я думаю Еще отличает Вот именно Бьюти бизнес Возможно именно Женский от прочих Во-первых Поскольку это Женская среда Вообще в принципе Клиенты Женщины Или в моем случае Зрители Это женщины Есть один Очень важный фактор Который называется Мезогения И джизм Женщина Которая Работает в бьюти Будь она там Бьюти блогером Или она продает Косметику Или производит Косметику Не прощается то На что С большим Слесхождением Смотрят В других обстоятельствах То есть Если женщина Стареет Если у нее Акне А она занимается Например Чем-то Хотя бы В сфере бьюти Это Будет Всеобщее Порицание Упреки Вопросы Такие едкие А чего это Ты тогда Стареешься Как ты можешь Стареть Ты же Косметикой Занимаешься То есть Вот этот момент Тоже Присутствует Да Присутствует Это есть Ну то есть Да Тебя сфера Конечно Обязывает Выглядеть Хорошо Но это тоже Палка о двух Концах С одной стороны Да Ты должна Соответственно Выглядеть А с другой Стороны Понятно Что есть Естественные Процессы Которые Происходят Со всеми Независимо От того Чем Ты занимаешься Мы с тобой Поговорили Такие проблемы В общем-то Прошлись Немного По тому Чем Ведение Бизнеса Мужчины Отличаются От ведения Бизнеса Женщины Затрунули Такие Достаточно Острые Темы Но мы Не поговорили С тобой О каких-то Решениях И рекомендациях Вот сейчас Поскольку Уже заканчивается Наша с тобой Беседа Давай Дадим Несколько Советов Женщинам Которые Нас сейчас Смотрят И скорее всего Это женщины Тоже из Бьюти Поэтому наверное Про бизнес Бьюти Мы будем С тобой Говорить Что для нас С тобой Близко Какие бы Ты могла Дать рекомендации Женщинам Которые Хотят Делать Свои Первые Шаги В бьюти Бизнес И неважно Это продажи Косметики Это производство Косметики Это блогинг Есть ли от тебя Какие-то универсальные Советы Ну я думаю В первую очередь У человека Должно быть Понимание Как это будет То есть Как бы Если ты сейчас Опять же Собираешься Стать мамой И начать бизнес Одновременно Или Не собираешься Ну то есть Есть очень много Нюансов Которые нужно Учитывать И должен быть Какой-то план Нужно для себя Расставить приоритеты Возможно У нас обществом Сейчас много чего Навязано С одной стороны Нам навязывают Что если ты не вышла Замуж И не родила Значит все На тебе там Крест можно поставить А с другой Развелась тоже Крест Развелась тоже Крест Да там Первого родила Когда за вторым И вот это вот все То есть Это бесконечная цепочка Но Мне кажется Надо понимать Свои собственные Желания Да То есть Если ты не хочешь Заводить детей Но тебе это навязывают То не надо этого делать Ничего хорошего И соответственно Если тебе навязывают Успешный успех А ты не хочешь А ты не хочешь Да Надо убрать Вот этот весь Фоновый шум Надо убрать Все вот эти советы Инстаграмы Там Давление общества И так далее Вот на это вообще Не надо ориентироваться Единственное Что надо ориентироваться Это на себя И понимать То чего ты хочешь К этому идти Вот если Когда женщина Действительно Хочет совмещать Она хочет И работать И быть матерью И женой И так далее То тогда Надо Вот во все это Лезть Для чего То есть На берегу Еще определиться Со своими желаниями Иметь пути Отхождения Дополнительные Там Какие-то планы То есть Если например Еще нет детей То понимать Что они могут Появиться Что я буду делать И появятся ли они Вообще То есть На берегу Это Обдумать Понять вообще Насколько Твоя психика Приспособлена Мне кажется К бизнесу Насколько Ты готов К социальному Осуждению К тому же Осуждению Другими женщинами Мы с тобой Выяснили Что в бьюти В сфере Такое тоже Присутствует Нести некую Миссию Мне кажется В себе Еще очень важно Вот как изначально У тебя была Или у меня Помочь людям В моем случае Это помочь Знаниями В твоем случае Это помочь Продуктам То есть Иметь какую-то Миссию И действительно Не стесняться И не наоборот Открещиваться От того Что вы любите Свое дело Любите свою работу То есть Не верить Ни в какие мифы Что там Хобби Престанет быть Хоббит И все остальное Опираться на поддержку Близких Очень важно И фильтровать В том числе На самом деле Свое окружение То есть Если у вас Есть мечта А ваши друзья Например Даже Может они такие друзья Раз они препятствуют Реализации Вашей мечты То есть Для женщины Это тоже очень важно Вот это окружение И опора И даже близкое окружение Оно намного важнее Чем обществу Потому что Я по себе меряю Мне например Без разницы Кто что скажет Вот общественное мнение Что там Я не знаю Я поздно например Вышла замуж И мне все Ой до 25 не вышло Все там крест На тебе можно поставить И так далее То есть я знаю Много девочек Которые выходили замуж И рожали детей Абсолютно не за тех людей Абсолютно за кого Они не хотели Ну просто потому что Их все уже зажали Со всех сторон Что вот надо 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 И потому что Надо успеть Как бы они это сделали Абсолютно несчастные Женщины Которые там Половина развелись Половина так и живут И несчастливы Да В психологическом состоянии То есть для меня Общество Как бы оно на меня Большого влияния не имеет А вот узкий круг Резюмируя наш разговор То с чего мы с тобой начинали И вот этот путь Мы пытались нащупать В отличиях Мужчин и женщин В ведении бизнеса То есть конечной Такой точкой Для мужчины Должно быть По идее Это Самореализованность Вот прокачать Вот эти свои мускулы А для женщины Получается Конечная точка Она все равно Быть счастливой Да На этой позитивной ноте Мы и закончим Я считаю Что это замечательное резюме Инна спасибо большое Мне душа отдохнула В разговоре с тобой Я бы с удовольствием Еще разговаривала И разговаривала Пишите пожалуйста Ваши вопросы Инне Возможно Их накопилось много Или мне Может вы хотите что-то спросить И я думаю Что если тема бизнеса И женского бизнеса Вообще вам будет интересна Возможно Я и других гостей буду Предпринимателей приглашать Которые поддержат нас В этой теме И Инна среди них Я думаю Еще раз обязательно будет Инна спасибо Спасибо тебе большое С удовольствием Прощаюсь с вами Увидимся в следующем видео Пока